Наступившая жара вызвала заметный рост потребления безалкогольных напитков и бутилированной воды в Азербайджане. В целом растет спрос на питьевую воду не только в нашей стране. Рост фиксирует и мировой рынок. По оценкам экспертов статиста, в этом году рынок безалкогольных напитков и бутилированной воды по сравнению с 2020 годом прибавит 12 процентов. В денежном эквиваленте превысит 300 миллиардов долларов. А уже к 2025 году оборот рынка приблизится к 400 миллиардам долларов. Таким образом, в период с 2021 по 2025 годы среднегодовые темпы роста будут составлять 6,4 процента. Стоит отметить, что в 2020 году, в период острой фазы пандемии коронавируса, когда многие перешли на удаленную работу, прослеживался некоторый спад в сегменте производства и потребления безалкогольных напитков. Данный тренд снижения не обошел страну и Азербайджан. Ну а ключевых трендах развития рынка соковой продукции безалкогольных напитков и упакованной воды, расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Здравствуй, Альбина. Ну что ж, высокий спрос не сказывается на качестве питьевой бутилированной воды? Нет, нет. В Азербайджане ответственной структуры стараются этого не допустить. Сейчас подробнее расскажу. Рост же продаж бутилированной воды связывает не только с увеличением численности населения, урбанизации, а также с тем, что в условиях пандемии все больше людей отдает предпочтение потреблению упакованной воды в качестве альтернативы водопроводной. Несмотря на то, что водный оператор Азербайджана Азерсу утверждает, что вода из-под крана пригодна для употребления, она соответствует всем нормам и требованиям Всемирной организации здравоохранения, население все же отдает предпочтение бутилированной воде. Впрочем, такая же картина наблюдается и за рубежом. К примеру, в Италии один взрослый человек в среднем потребляет около 190 литров бутилированной воды в год. В Германии эта цифра чуть меньше 150 литров, а во Франции 145 литров. Стремительно растет и производство безалкогольных напитков. Так, в Азербайджане в период с 2016 по 2020 годы зафиксировано увеличение производства на 46 процентов. Затем, как уже было отмечено, в условиях пандемии наблюдался небольшой застой, удаленная работа. Офисы перестали работать в прежнем режиме. Между тем, по итогам первого квартала этого года производство безалкогольных напитков превысило 5 миллионов декалитров, что почти на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, сегодня производство бутилированной воды ощутимо обеспечивает внутренний рынок страны. На долю каждого жителя Азербайджана как минимум приходится 26 литров местной продукции. Впрочем, данные показатели потребления безалкогольных напитков на порядок выше, поэтому импорт преобладает над экспортом. Первую строчку занимает Россия. Из соседней страны в Азербайджан поставляют 29 процентов от всего объема импорта безалкогольных напитков. Далее следует Венгрия 21 процентов. На долю Грузию приходится 17 процентов. Также на четвертой позиции почти с 12 процентами расположилась Австрия. В небольших объемах в страну безалкогольные напитки также поставляют Турция, Украина, Вьетнам, Германия, Казахстан и Швейцария. Что же касается экспорта. Азербайджан в 2020 году поставил на зарубежные рынки безалкогольных напитков на общую сумму 657 тысяч долларов. Это в несколько раз превышает показатели 2016 года. Вместе с тем импорт за этот период составил 35 миллионов 470 тысяч долларов. То есть объем поставок безалкогольных напитков в 54 раза превысил экспорт. Отметим, что Азербайджан в основном экспортирует безалкогольные напитки в Россию 33 процента, Узбекистан 27 и Ирак 11 процентов. Также поставки осуществляются в Эстонию, Таджикистан, Германию и Казахстан. Объединенные Арабские Эмираты и Украину. Заметно снизить импорт и напротив увеличить экспорт безалкогольных напитков Азербайджану поможет восстановление территориальной целостности. Достаточно отметить наличие на этих территориях огромного количества минеральных вод. Спасибо большое.